Омабиба фирме, которая делает палатки и о ее польском дистрибьюторе, который отказался мне продать, фактически отказался продать палатку. В России есть очень хорошие палатки Алтай, Берег. Они специально предназначены для того, чтобы зимой в них жить. Они уже с печками, с дымоходами, со всякими противопожарными стенками, ковриками и так далее. С распашной дверью такой жесткой, которая позволяет часто входить и выходить. А у фирмы Мабиба даже есть такой тамбур, там две двери. Она сама двустенная, то есть две стенки у палатки и тамбур. Фирма Мабиба у них палатки более комфортные. Но вот в России мне не удалось получить, купить там палатку. И эти палатки и сразу идут с печками. То есть это такой комплект создается. В России не удалось купить, потому что в России, допустим, палатка стоит 40 тысяч. А если я покупаю в России, мне даже ее бесплатно высылают. А если я заказываю ее в ЕС, то ее цена превращается в 120 тысяч, плюс доставка 50 тысяч. 170 тысяч, плюс печка, и вот там получается больше 200 тысяч. А почему же такие накрутки? Ну, видимо, когда товар проезжает через границу, они берут какой-то налог с таких больших крупногабаритных грузов. Ну, груз не крупногабаритный, там метр 30 на 30 на 30, что-то такое, плюс печка. Ну, и даже не это главная проблема того, чтобы купить в России что-либо вообще. Я посмотрел на Авито, там можно было купить и дешевле намного. Там можно было купить в два раза, в три раза даже дешевле, чем официально, чем в магазине. И печки, очень дешевые печки, можно было большую печку купить за 5 тысяч. Ну, по европейским меркам это вообще недорого здесь. Но просто как реализовать пересылку товара? Нету гарантийного посредника. Это очень важная вещь. Это та площадка, которая берет на себя гарантии доставки груза. Оплаты и доставки. Ну, такие знаменитые посредники, как Алиэкспресс. Ну, Авито тоже посредник, но он работает внутри России. Вот я маме недавно часы такие заказал. Вот все она получила. Здесь во Франции Лебонкуан, там в Украине ОЛЭИКС и в Польше ОЛЭИКС. Ну и так далее. А вот как из России сюда, можно было бы использовать Ебэй. Ебэй работает по всему миру. В России он тоже работает лет, уже больше 10 лет. То есть нет проблем зарегистрировать этот товар в Ебэй, дать объявление в Ебэй. И, пользуясь механизмом Ебэй, получить деньги и отправить товар. То есть нет проблем. Проблема, как я понял, заключается в этих путинистах, которые делают этот железный занавес. Точнее, как они его используют. Он, наверное, никогда особо не пропадал. Когда-то был совсем такой занавесочкой. Во-первых, деньги собирать с людей. Ну, а во-вторых, как бы не пущать. И так далее. И вот люди боятся, как это получить деньги с зарубежа. А мы что-то будем иностранными агентами. Вот такие вот возникают даже мысли. В общем, я бился-бился месяц. Надо было сразу как бы на этом крест ставить. И понять, что это два разных мира. Россия противопоставляет себя окружающему миру. Поэтому вот и создается вот такая непроницаемая стенка для перемещения людей, грузов, товаров. Ну и, в общем, я бросил эти попытки. Хотя, казалось бы, я, например, отсюда маме послал несколько посылок с лекарствами. Причем 7-килограммовых, довольно-таки. Можно было печку послать мне из России обратно. Такой же вес примерно. Отсюда в Россию доходит за 5 дней максимум, по-моему. Обратно, это уже неизвестно, сколько она будет идти. Это уже неизвестно, какая будет цена. Это что-то сложное. Это что-то почти невозможное. Вот так вот работает. Хотя вот люди еще возят частники. Но, опять же, нету гарантийного посредника. Это деньги большие. Например, ну, сколько сейчас у меня есть денег? Сколько-то есть. Но я посчитал, я могу уверенно отдать за палатку с печкой, ну, где-то 1200-1300 евро. Почему уверенно? Ну, потому что в любом случае, как бы, это... Ну, самое дешевое я могу, конечно, купить все вместе за 300-400 евро. Но это будет нечто вообще хлюпкое, дешевое. Это на удачу, как бы, 300-400 евро, где я найду. Но вот за 1000 евро, например, здесь, вот прямо на месте, я уже могу купить печку. Пусть она будет какая-то не пашихонка, как в России. Там их тысячи этих печек, там перепроизводство просто девать их некуда. Куча магазинов с этими печками. Выработался какой-то уже стандарт. В принципе, в России хорошая разработана конструкция с такой тонкой, очень почти жестевой стали. А здесь какие-то они, печки больше, как бы, выходного дня. То есть, больше, как для барбекю, там, ну, они такие мощные, там, ну, не знаю. Ну, мне не очень нравится. Хотя они вполне себе свою функцию выполняют. То есть, я могу такую печку здесь купить запросто за 150-200 евро запросто. Правда, они небольшие бывают. Чуть побольше купить это, ну, и вот. Хотя есть и побольше дешевле. Ладно. Раки за 3 рубля, раки за 5 рублей и так далее. Палатку здесь купить во Франции тоже. Проблем больших нету. Правда, я терпеть не могу эти полубочки. Они не самостоящие. У меня предубеждение перед полубочками. Хотя, чего мне тут бояться. Дело в том, что их нельзя поставить на цементе или на скале. Эти палатки. Им нужно, чтобы их натягивать. А полусферы, они стоят сами по себе, где угодно. Крест-накрест две дуги. И они стоят, они сами, стянутые стоят. А полубочка на дуги сваливается, их надо утянуть. И вот этих полубочек здесь дофига. Но они, опять же, не все специально зимние. То есть, ну, таких палаток с зимней юбкой я нашел, ну, наверное, несколько там. Ну, лотос. Типа лотоса такое есть. И то оно что-то там. Тут зимы очень теплые в Европе. Поэтому, видимо, тут как бы... Ну, не нужны... Никто с семьей не ходит на Монблан. Никто не ходит с детьми, с малыми на Монблан. Если большие палатки, так там как бы выходного дня. То есть, ну, на природу на выходные. Ну, в принципе, ее можно приспособить... Нет проблем. Главное, каркас. Каркас, хотя бы один тент. И все остальное уже можно приспособить. Печку, палатку. То есть, в принципе, можно скомбинировать из местных всяких вещей. Палатку купить за 200 евро. Полно. Шести местных, там, восьми местных за 200. Это самое дешевое. Средняя цена где-то... 400-500 это средняя цена. То есть, это 100% можно купить. А печка, ну, самая дешевая я видал 100, там, сколько-то с копейками. Средняя, ну, самая дорогая я видал 500, титановая какая-то. Правда, она не очень большая. Ну, в общем, в 1000 евро можно уложиться 100%. Вот, хоть сейчас заказывай, через, там, неделю получай. Но это будет головная боль. Как это приспособить? Нету коврика, допустим, в комплекте огнеупорного. Нету термостенки, а палатка поплавится, там, просто будет дыра от печки. Нету для под дымоход, там, специальных этих форточек. Там, ну, в палатку врезаются они. Вот, то есть, хотелось бы купить такое одно приспособленное для другого. И вот это только Россия. Только там производят эти печки-пашихонки немерено тысячами, там, только там эти палатки. И фирма Мабиба тоже оказывается в России. Я-то думал, вот какая палатка, она, как каркас вот такой, квадратный. То есть, это не полубочка, он тоже самый стоящий. Он ячеистый каркас. То есть, идут вот так вот эти, ну, недуги, трубки. И вот так еще поперек. То есть, там ячеистый каркас такой. Это очень хорошо, занимает меньше места. И можно стоя там ходить. Она высотой метра два. То есть, вот для чего мне нужна такая палатка? Я погибаю здесь в лесу от гиподинамии. Когда ты мало двигаешься, идет застой, все в организме умирает. И сердечная недостаточность начинается. И артроз усиливается. В общем, мне нужно ходить. А где ходить? Снаружи ходить. Весь день не походишь по минус там 10, минус 15. Измождение возникает. В палатке, вот в палатке, если бы палатка была бы хотя бы метра на три, это минимальное, что я вот нашел на Мабиба. Приемлемое. Там есть 2 на 2. Но 2 на 2 я попробовал. Я разметил здесь у себя в лагере. Стал ходить, у меня шаг не получается. У меня или гусиные шажки, это невыносимо. Хочется обычный нормальный шаг сделать. Раз, два и уже надо поворачиваться. То есть, ну, это как юла. Это не то. Вот хотя бы 3 метра я походил. Да, это вроде бы можно мелкими шажками. Вроде бы как какое-то ощущение, что ты прошагал 2-3 метра. Поворачиваешь, опять прошагал. Поворачиваешь, хоть что-то. Конечно, хотелось бы там 5 метров. 5 метров вообще идеально. В принципе, мне это полностью. 5 метров, как бы я доволен просто. И вот, но. Мабиба, российская фирма. В России эти палатки недорогие. Ну, они дороже, чем Берег или Алтай. Берег, допустим, Алтай стоит 3 на 3 метра палатка. 3,5 метра. Но она шатром. Поэтому внутренняя часть, где можно ходить, будет метра 2. Но она стоит 40 тысяч, допустим. А Мабиба уже 3 на 2, по-моему, стоит около 80 тысяч. То есть, ну, реально цена гораздо больше. И, опять же, мне просто интересно. Откуда берется такая большая цена даже внутри страны? Ну, обычная ткань. Ну, вот этих, как бы, ну, ткань она и есть, ткань. Ну, хорошо, хорошая ткань, да. Но откуда 80 тысяч? Ну, я согласен, да. Там большой объем ткани, плюс эти трубки там тоже, как бы, не дешевые. Хорошая, алюминий там, авиационный какой-то. Вот. Ну, хорошо, пусть будет 80 тысяч. Но когда она попадает, допустим, в Польшу, только даже в Польшу. То есть, ну, я так думаю, что Беларусь не, ну, берет, может быть, какой-то налог. Ну, может, какое-то у них есть соглашение. Но я не думаю, что это огромное что-то. А вот дальше, попадая в Польшу, вдруг все увеличивается в 2 раза. В 2 раза. Я могу понять еще почему. Не только потому, что большие налоги через границу, таможенные, пошлины. А потому, что еще в Польше уже у людей больше достаток. Им кажется, это недорого купить уже за 160 тысяч эту палатку. Рублей, в рублях. Вот. Ну, и далее, естественно, если пересылать уже в Германию, там, во Францию, цена возрастает. Ну, уже внутри ЕС никаких таможенных пошлин нет. Вот она заехала в Польшу. И там только теперь машина едет себе, едет. Там только за километраж уже, за бензин. Все. А если машина, допустим, там, ну, как бы доставщик такой оптовый, то есть там, там, то уже цена, цена, естественно, доставки гораздо ниже. Мне, например, Артур, вот, польский дистрибьютор этих палаток Мабиба, он, там что-то, где-то 50 евро доставка из Польши. Ну, не так и дорого, 50 евро из Польши, прямо вот на почту сюда. Нормально. Так вот. Так и нашел я в ЕС единственного, наверное, дистрибьютора палаток таких нормальных. А нормальные палатки, получается, только российские. Я не нашел ни одной европейской палатки, хотя бы просто толковой. Хотя бы, ну, приспособленной для температуры хотя бы около нуля. Ни одной не нашел. Они почти все без юбок, без зимних юбок. То есть будет поддувать нижний тент и будет воздух вытягиваться из внутренней палатки. Вот. Я вышел на него, на Артура. Списался с ним, созвонился, списался. И, в общем, он такой, разговор начался так, я говорю, мне нужно выжить, говорю. Вот. И он такой, нет, нет, у меня денег нет. Ну, видимо, он подумал, что звонит кто-то, вымогает деньги, выпрашивает деньги у богатого бизнесмена. Я говорю, да нет, мне нужна ваша палатка. У меня есть там сколько-то денег, там, тысяча евро, мне нужна ваша палатка. Я живу в лесу, это вот пятая зима будет в лесу, не по своей воле, все. И он мне сразу сказал, ну, 600 евро есть комплект. Я говорю, вот как хорошо. Но я говорю, я посмотрю на вашем сайте, то, что вы предлагаете, 2 на 2 метра, это для меня маловато, у меня небольшая клаустрофобия. Объясню насчет клаустрофобии. Когда я лежу в своей палатке, это я в режиме в другом, в режиме сна, в режиме чтения. То есть, стены, как бы, я не чувствую себя замурованным в нее. У нее нет стен. То есть, звукоизоляции нету. Я, как бы, тем более с открытой дверью, тем более летом. Ну, зимой, да ладно. То есть, я в ней не чувствую ничего. Но когда я хожу, и когда передо мной стенка, у меня возникает нечто вроде страха. То есть, ну, опять же, для тех многочисленных, которые будут искать какие-то несоответствия в словах и так далее. Вот для тех, вот, все. Тех, кто с любовью, он всегда поймет. Он затратит достаточно времени, чтобы понять. А тех, кто не с любовью, да им нахрен понять не нужно. Им нужно извратить и, наоборот, так сказать, попрыгать на этом бисерии. И так, он как-то мне сразу засимпатизировал этот Артур. Он поляк. У меня польские корни. У меня прапрапрапрадед. Поляк, который, его предок основал Ивано-Франковск. А мой прапрапрадед, там, Пятый колено прадед, он был министром в Польше и графом. Министром просвещения и образования. Станислав Коско-Потоцкий. Ну, по семейной легенде. Поскольку, там, два брата у нас было, которые выжили. И они вот утверждали, что их отец, вот этот граф и министр, ну, и так далее. Там была смута в Польше. Ну, ладно. Это легенда. Легенда, легендой. Но я думаю, что у каждой легенды есть все равно, даже если он не граф и министр, то я думаю, что все равно поляк. Но, кто такие поляки? Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...